Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Лавонос Петр. Сегодня мы поговорим о морковке, о тех способах, которые я применяю для того, чтобы иметь хороший урожай и вкусные сочные корнеплоды. Многие уже на этой культуре терпят неудачи, хоть она получается прекрасная. Что делаю я? Ну, во-первых, надо помнить, что морковка культура туго схожая, и она всходит как бы две недели. В течение двух недель появляются всходы. Но это при нашей традиционной технологии, когда морковка, мы сеем в радошке, засыпаем почвой, и потом она прорастает. На опыте я убедился, что если морковку посеять, ну, как ее посеять, я расскажу позже, и не закрывать землей, значит, схожесть морковных семян повышается чуть ли не вдвое, то есть сходов получается гораздо-гораздо больше, и всходит она гораздо быстрее. Значит, ну, для этого предпринимаем определенные меры. Пока я был молод, я семена морковки смешивал с мелом, добавлял немного мела, перемешивалось, и сел в радочек, и мне было видно, чтобы не было заушечения всходов. Сейчас уже постарел, как бы эту технологию немного поменял. Сейчас я беру, использую чайную заварку. Значит, чайную заварку, значит, беру мелкого размола, если у вас нет мелкого, то вы можете взять пакетики, один пакетик, один грамм, в общем, на две части, одна часть семян морковки, две части чая, и вот все это перемешиваю. Это все высыпаю, перемешиваю, и, значит, все, что это дает мне, чтобы потом всходы получаются незагушенные. Редкие всходы такие, как раз, как надо, оптимальные, дают, как бы, хороший результат, и потом растут хорошие корнеплоды. Это, значит, по густоте. Что по густоте мы сделаем? Готовим морковочку, чтобы не было загущения. Готовим градку. Градку готовим тоже очень просто. Значит, градочку вношу, залу обязательно под перекопку перекапываю, поверху рассыпаю суперфосфат, и начинаю, делаю радочки, и высеваю морковку. Но не так все просто. Значит, каждый радочек, я беру доску, и торцом доски пробиваю, пробиваю, вот. Это, значит, что уплотняется почвом. Уплотняется почва, и вот, когда она уже такая пробитая вся, беру леечку, беру леечку, и потихонечку поливаю каждый радок. Полил каждый радочек, и после этого, значит, рассыпаю семена морковки. Накрываю пореселенной пленкой, и уже на 8-10 день дружно появляются всходы. Не надо бояться. Конденсат с пленки капает, края прижатые, семена не подсыхают, они очень быстро всходят. Быстро всходят, и они начинают буравиться в почву. Не надо думать, что они лежат на поверхности. Они все стоят хорошие, дружные, и впоследствии они дают очень хороший урожай. За счет чего? За счет того, что высокая энергия прорастания семян, чем способствует свет, который действует на наши семена. Второе, что дает, значит, редкие всходы, потому что мне не надо прорывать, морковку не надо прорывать, редкие всходы. Поэтому она быстро растет, быстро набирает в крест, и кочень дает очень хороший урожай. Если вы попробуете этот способ, он вам, конечно, понравится, и вы всегда будете морковку высевать именно так. И тогда морковка у вас будет расти каждый год хорошая, сочная, вкусная. А теперь поговорим о сроках посева. Значит, морковку я высеваю три срока. Первый срок, это самый первый, самый ранний, как только можно войти в почву, в условиях Белоруссии, он выпадает где-то в начале апреля месяца. В начале апреля месяца я делаю первый посев моркови. Значит, в этом случае я использую ранние сорта, типа ананская, лосиноостровская и другие такие сорта, которые быстро дают урожай, я их высеваю в начале апреля. Потом следующий посев, я делаю уже средние сорта, это конец апреля месяца. Конец апреля месяца, это до 1 мая обязательно, делаю посев средних сортов, та же самая шантане, все гибриды ее, которые происходят в шантане, также высеваю. Они прекрасно растут и дают урожай для консервации. Если первый посев дает урожай для прорывки, для ранней морковки, значит, уже средние сорта, которые посевены в конце апреля, значит, для консервации на август месяц они смотрятся великолепно. Средний срок посева, значит, когда высеваю морковку, уже в июне месяце, с 1 по 10 июня, я высеваю поздние сорта морковки. Потому что, почему поздние? Для того, чтобы они набрали больше влаги, больше длинный веетационный период, их не поврождала муха, и вдобавок они зимой очень хорошо хранятся. Чего не скажешь, просто о посевах апрельских. Посевы, которые были сделаны в апреле, они как бы к осени уже начинают, корнеплоды уже грубеют, становятся грубыми, трескаются, ну и уже не такими качественными. На консервации они еще идут, потому что они как бы до белойской зрелости не дошли, но для хранения они годятся уже хуже. Поэтому вы определяйтесь, какая морковка, сколько вам морковки надо для раннего потребления, и сколько вам морковки надо для позднего потребления. Потому что позднее потребление, как бы это все зимние месяцы, это весна и начало лета. Но если будете съесть морковку в три срока, значит вы обязательно по этой морковке будете иметь с июня, и с июня до июня, грубо говоря, с июня до июня, до свежей морковки вы будете иметь эту морковку. Значит, сейчас появилось очень много сортов, в каталоге уже где-то порядка 500 сортов морковки, поэтому вы обращайте внимание на сроки посева. Значит, не спешите съесть поздние сорта ранней весной, потому что к осени они тоже будут огрубевшие, уже вкусовые качества будут гораздо ниже. Их лучше посеять в июне месяце. Июньская морковка для зимнего хранения, она самая хорошая, она идеальная, и она всегда будет присутствовать на вашем столе. Так что обращайте внимание на срок созревания корнеплодов, на пакете они все указаны, написано, через сколько дней собирается урожай. Посеять по моему способу, этот овощ не будет сходить с вашего стола, потому что его очень любят дети, ну и взрослые используют тоже в разных-разных видах. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok